Так, вот так. Думаешь ли ты быть царем? 15-й век, да? 14-го. Кто говорит, построю себе дом обширный, это, как я говорю, сломаю жизнь, построю новое. Это говорит о людях, которые имеют благословение, подкову, так сказать. Это дети верующих батьков, можно сказать. Такие-то, какие знают истины, знают путь отходить. Они не идут им. Кто говорит, построю себе дом обширный и горницы просторные, и прорубаю себе окна, и обшиваю кедром. И красит красную краску. Что красную краску? Не, потому что красный цвет, это царский цвет. И уже кто такие красные одежды носили, то это были люди веймом, инквизиторы, эти папы, которые в красные ходили одежды. Ну, это опасный цвет. Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедрах? Отец твой ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Кто может без Господа есть и пить, и услаждать душу света? И это хорошо. Бог даёт частку людине, и людина мает задоволение в жизни, и от того, что она там есть, кислую капусту, жареную картофель, и доброе. Правда? Слава Богу. Что-то большее она мает у того насолоду. Слава Богу. Почему? Потому что людина делает право Божие, и Бог даёт ему благодать. А благодать, она всё нам даёт. И она и учёт нас, она нам насолоду даёт в жизни. Это такие рецепторы, которые мы не видим, а которые они действуют. Потому что людина может иметь рецепторы, а они могут слабо действовать почему-то. И вот у одного смакует так хорошо, ему шмакает, а другой говорит, что всё так печально, всё так плохо, всё так невкусно ему. Оказывается, это от руки Божьей. Правду и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и ничьего. То есть, он не игнорувал людей, неимущих. Он вислуховывал их, он относился до них, как до людей, как до знатных, так и до бедных. То есть, он вислуховывал их справу. То есть, когда он говорит, слушай, иди, там, второй раз поговорим. Ну, есть моменты, когда у тебя нет времени, не мать, я понимаю, что дело Господне так не делается, тебе удалить людине час. Ты не будешь там на ходу, потому что на ходу ты всё равно не сможешь людине удалить только уважь. Но всё равно надо стараться людям удалять увагу. И вот священники, они мали удалять людям увагу. И он говорит, он разбирал дело бедного и ничьего. И потому ему хорошо было. Не то, что только с богатыми, знаете, не то, что только где-то крутится там, где бедных людей нема. И написано, что написано, говорит, богатых в настоящем веке ущевать. В чём? Чтобы они, что, невысоко о себе думали, да? Были щедры и общительны, общались с народом, с бедными людьми, знали нужды народу, да? Были щедры и общительны, собирая себе основания, чтобы достигнуть вечной жизни. Это верующие брати, богатые, которые достигают вечной жизни, за счёт чего? Благотворение, потому что Христос, когда говорит 16 глава Луки, Он говорит про правоправителя неверного, который догадливо поступил, говорит, что они века всего живут настоящим веком, Бог их мамона, да? То Он говорит, уделяйте с того, что маете, и всё будет у вас чисто. А они смеялись над ним, да? Когда он говорил эту притчу им, как бы, он говорил, у одного управителя був слуга, на которого донесено было, что он растачает имение его. И ему, я бы, говорю, что вынято будет управление. Мы все будем, мы все управляем домом. Чем домом управляем? Чем Божьим домом кто-то управляет, да? А в дом Божий взносили десятины вси, там были кладовы, там все взносили, людям занимали, там на посевну не хватает в тебе, ты пришел, там, розписку, ты в доме Божьим есть. Ну, надо что там, чтобы лежало, это мое быть оборот, да? И ты можешь взять дома Божьим посевать, но ты можешь вернуть, да? Сколько взял? А он, значит, борг, что? Ну, скасовывать. И говорит, не бедный ли Бог избрал быть богатыми верой наследниками царства его? Не богатые ли влекут вас в суды, не они ли славят доброе имя, которым вы называетесь? Тут много людей, она тебя словами так хорошо обложит, она тебя, ну, знеславит, она тебя сделает из твоих правильных дел, скажет, что ты беззаконник, он представит дело, как хочет собе. И если надо, он судьбе заплатит, и там даст, и там даст, и они все на его стороне. И он, и он, роблячи неправду, но ведьмает, что он все делает по правде, что он все, и смеется, и все больше нагревает, в доме, каже, серебра, золото, они богатят. Я даю новину, там, Ривно, цей, лесник там старший, 4 миллиона на греб, только одной налички, 4 миллиона не гривень, а долари в евро, золото, там, часы дорогие, все, ну, на греб чоловік, там, каже, хотя бы, и мы читали, что его, хотя бы он на гребе, полный дом серебра, все, и вроде бы и дитям оставить, но они все равно будут, внуки будут ходить, просить хлеба, дети пойдут под меч, прийдет война, всех перебьют, ну, это, ну, чого, 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 куча багато запитаний, я мовчу в это время, почему, потому что, ну, что я буду балакать, что я не знаю, чего, я знаю, например, чего, какие-то вещи, но я же не буду людям говорити, потому что люди будут жесточать, люди, ну, как бы то люди каялися, и люди шукали вихід с того, люди что-то изменяли в доле своей, а так, ну, жили добре, а діти ничинствуют, на смертниках живут, чому, знак питания, ну, не случайно живут там, почему, потому что судьба люди не від Господа, така доля, а чого така доля, чого мої діти мають просити хлеба, з розвалин, да, тому, що батьки свого часу поступали нечистиво, батьки грешили, вже нема, наказание за их беззаконие, я не что на собі, на что оно мне требует, така доля, слава Богу, что ця доля меняется, через Иисуса Христа мы можем все змінити, якщо мы захочем, потому что у нас есть природа, характер, его не так просто менять, потому что наши батьки были такими, они поносивали, понасбирали нам кучу проклятий, а нам теперь выгребать надо, и нам треба прикладывать усилия, чтобы добре основы заложити для будущих поколений, так, чтобы письмо нас было добре людям. Он разбирал дело бедного, это Иеремии 22.16, он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было, не это ли значит знать меня, говорит Господь, вот и все, как это так, и ты будешь знать Господа, если ты будешь отдалять время этим людям, несчастным, для нас что они не нужны, на них час тратить, я спешу жить, у меня куча своих проблем, я буду там отдалять вам время, мне не хватает часу на вас, така людина не мает спадщины, вона не знает Бога, так, а как не знает Бога, он священник, проповедует Слово Божие, он не знает Бога, потому что знать Бога, это значит, что снисходить людям, невежествующим, витрачать час на людей, которые не понимают чего, наставлять их, напомнять, говорить до них, но это очень тяжело делать человеку, которая занята другими вещами, мы читаем в 37 главе Битие, и читаем за патриархи, которые не пасли в психемии, они пошли на великую дорогу пасти худобу, потому что они, потому что там ходили каравани, и там можно было мать какой-то доход, для того дохода пользы мало было, но все равно они ишли на велику дорогу, они не пасли овец, не давали им пищу, то, что нужно было им дать, они были заняты собой, и не было часа на тему, они ризали овец, дерли шкури их, вбивали их, пирували, продавали их, за кусок какой-то там поживы, и это зло в очах Божих, но это патриархи были, Йосип не был такой, за что и поплатили, что не был такой, как они. Но интересно, впоследствии жертвенник строится с 12 камней по числу колен Израилев, но если посмотрите все колена, как они народились, эти патриархи, то там есть, что дослеживать, тоже, они просто так ничего не делаются, то, как говорят, случайность, нема случайностей, через то можно в этих вещах, когда ты уникаешь в Слово Божие, ты рассматриваешь эти все моменты, ты дивишься на это, и понимаешь, у Бога неправды нема, неправда у людей. И поэтому, если нам что-то плохое в жизни ведется, слава Богу, как ты что, нормальный? Что же ты дякую? И дякую за все, не только за доброе, это лихое в жизни, дякую, почему? Потому что у Бога нема неправды, я это знаю. Если у меня какие-то проблемы, там, что-то с детьми, что-то, другая, слава Богу за все, у меня есть надея, что все переменится, что придет час. И, маячи эту надею, я очищаю себя, так как он чистый, и приходю из веры в веру, из силы в силу, чтобы носить образ его, чтобы переменитись думкой, чтобы думать не так, как наша польская натура, а думать так, как Богу догодить. А Богу догодить, это, оказывается, что значит знать меня. Это источать себя на других людей, которые нуждаются, кем ты можешь чем-то помогать, выслухать, помолиться за них, наставить их. Это значит знать Господа. И если ты уделяешь час таким людям, то Бог по-любому смиряется. А Бог гордым противится, смиренным дает благодать. А благодать тебя научит. Как и что, и до чего. Вот и вся наука такая. Багато всех хотят знать Господа. А что это значит знать Господа? А знать Господа, это же всегда помогать людям, людям слабшим за тебя. Люди, которые что-то не понимают, а люди стремляются до чего. Как помню, в Библии написано, птицы собираются по роду своему. Правда? То есть у меня есть свой круг общения, там, я, если я богатый, я с богатыми спілкуюсь. Но Слово Божие, как богатых в настоящем веке вещевай, чтобы они высоко думали о себе, а что? И богатели чем? Добрыми делами. Были щедры и общительны. То есть щедро давать кому? С кем общается? А с кем я общаюсь? Как с богатым общается? Кто даёт богатому, то и беднее. Кто даёт бедному, то и даёт. Ну займай Господу. Разбирайся в себе. А когда его беднее? То дети его будут нищими. Ну и ему, что будет хорошо при жизни? Ну, ему будет хорошо. Может, при жизни он будет ображать свою душу. Каже, там написано в Иове так само, 22 глава, 21 глава, каже, выкатались от жира глаза и броди помисли, 72 псалом говорит, Еремий, там, по-моему, какая глава. И она говорит за эти речи, что люди, чтобы они уже при жизни и прожили долго. По 90-го року, по 95-го прожили, робили беззаконно всё. До кінца ещё горилку пив, ещё ходил где-то там до жіно. Кажут, знают, что такой, вроде бы, сильный был такой. Им мгновенно не сходят в преисподнюю. Пішов, а там суд, разберутся. А после него діти. А діти уже начинаются проблемы в детей. Діти начинают нечастиво поступать, діти уже начинают пренебрегать, совестью, они уже начинают свои пути выбирать, а внуки уже ходят нищені, уже просять хліба, уже на помойках живут, на смятниках. И своего часу, я говорю, мы смятники брали людей, хлопців брали, смятника. А они своего часу при Радянскому Союзі, их батьки занимали высокие положения, они были при владе, они верили в светлое будущее, или просто использовали это светлое будущее на своей користи, они жили окремленно от этих людей, были там специальные школы, какие-то там, еще дитячие садочки у них были, там жили окремо, там они отгороджены от других были. Все, вроде бы жили хорошо, а дети на помойке, дети на смятнику, и сказать, а чого это так? Такие родители были замужены, такие были хорошие, что такое кинет этих детей? Не от мудрости ты говоришь, что целая людина твоя жнуть, так жнуть другие, у них уже нет, они помирали собі, у них уже нет, а дети после них мучаются. Ты будешь учить Бога видень, когда они горных судят? Ну да, непонятно, и когда мы уникаем свободы, начинаем это понимать, почему это, ты успокаиваешься, потому что у Бога неправды немало, просто что, если бы я только грешу, он бы сразу убил, то не было проблем в начальнике моих, правда? Бог говорит, что если я все грешу, и ты заметишь, и не оставишь без наказания моего греха, в своей части, а что сразу не говоришь, правда? Он говорит так нежно, через совесть, не роби, ай, все роблять, а я буду не робить, правда? Все тянут, а я не буду тянуть, да? А как жить? Ну, есть люди, которые живут по совести, то одиницы, а ты не хочешь будешь среди этих одиниц? Нет. А где ты хочешь будешь? Ну, я хочу тоже, как все. И как все, много, да? А какие хотят жить по-божему, по совести, даже и языческие, которые не знают Бога, по природе, законы работают, про что святкую совесть их, мисли их, то влечающе, то ввиняюще, то есть, то есть, что человек мучается в себе, она против совести не может идти, потому что она мучается после того, и она говорит, «Нет, я этого не буду». «Нет, я не могу так. Ну, как ты не можешь? Все крадут, и ты можешь красить? Что ты? Белого ворона тут будет? То мы тебе не женим, звезти, иди геть звезти. А нет, то мы еще сделаем все свои грехи, на тебя скинем. Скажем, что ты крадешь. И все недостачиваю, мы заслиткуем, несправедливо на тебя, судью подкупим, и будь еще сиди, если не будешь красить, разом с нами. И что человеку делать? И человек говорит, «Нет, я красить не буду». Что, пішел в тюрьму, посадили сюда? Где правда? У Бога. А тут что? Тут неправда. Земля дана в руки нечистивых, они керуются в свете. А кто хочет жить по правде, мает кучу борьбы, мает, его представляют, как будто он разбойник, как будто он злодий. Люди, это же неправда. И мы же смотрим, все такие вещи, тоже видим в жизни, или нет? Мы видим, что здесь мы видели, что-то мы слышали, и мы мовчим. А что мы мовчим? Первое, у нас нет, где разновидно, что-то сказать, заступить. Что? Потому что мы сами порочную совесть имеем. и мы не можем заступиться, потому что, что же ты будешь говорить, как ты делаешь то же самое? А говорить, нужно иметь любовь, чтобы поправить людину, так или нет? О, Господи, поможи нам. Думаешь ли ты быть царем, потому что заключил себя в кедр, отец твои ел и пил, но производил суд и правду, и потому ему было хорошо. Он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было. Не это ли значит знать меня, говорит Господь? Я хочу знать Господа. Пожалуйста, истощай свои силы, свое время на то, что тебе фактически от него пользы не будет. Ни-якой. Витрачайся на этих людей, которые тебе фактически ничем не заплатят. Бог заплатит свой час. Но хорошо идти до таких людей, что из них можно какой-то мать пожиток, а из бедного что ты будешь мать? Но написано, кто даёт взаимы бедному, то и даёт взаимы Господу. Кто даёт бедному, то и даёт Господу. Это все в вере, правда? А потому что мы бачим, чуем и разумим, это совсем не то, правда? И вот покориться вире, довериться Богу и идти его дорогами и делать то, что он хочет, это никакого прибитка нет. Он будет впоследствии. В детях, внуках ты побачишь этот прибиток. А я хочу бачить очи, чути в ухами и чтобы мне было «Доброе уже». Ну, что-то так не бывает. А отец твой ели, пили ему было хорошо, потому что он произволил суд и правду. Разбирал діло сироти, вдови там, и витрачал своё еще на них. И ему было хорошо, и Бог его не вставлял. А ты, каже, уже себе покрасил красную краску хату собі уже, в кедр, так же царем стал, ты уже стал царствовать, как Павло пишет, каже, вы стали царствовать, но без нас, если бы вы на самом деле царствовали. И он рассказывает, как он царствует, да? И как люди царствуют, да? Верующие, вроде бы, они уже царствуют тут на земле. У них нет времени на людей бездолених, нет времени разобрать діло сироти, вдови, дать спральний суд людьми с людьми, правда? То есть, нет, они все бежали, спешат жить, а потом диваются, почему их внуки ходят и просят кусок хлеба. Они в нужде. Кажется, награда батьков, дети, детей. Ну, побачишь, не в детях ты еще побачишь, что в детях можешь не бачить, но в внуках точно побачишь, как ты жив и как ты поступал. Я згадую, я достичь человек, который уже сивый, уже годы по 90 было. Я говорю, я вас раньше тут не бачу, я там был в водной хате вирующих, там много людей, постоянно, молодежь, там все, таки общение, там, и находили, там, много у них в темноте было, и они принимали много студентов, которые приезжали в то место, там учились, и они их принимали, и они там проживали. Просто они служили своим домом, я достичь того человека сивого, там, я говорю, я вас раньше тут не бачу, что вы тут делаете? Тут основа молодежь, так и все, а он только бачил, на палку сперся, там, и дивился, на все, там, ну, они таки бачили, я до него посел, начал его разпитывать, он каже, я, батько того человека, которого это дети, и каже, я дивлюсь на это все, и я бачу, что Бог меня благословил, потому что, когда я жив, когда я верил, когда мы жили очень бедно, и мне хата продавается витром, каже, детей наплодил, потом их есть, и все, и всякие частки принижили, и я же верил, каже, мне тяжко было это все слушать, это принижение от людей, и всякие, но каже, они своих детей позъедали, они своих детей повбивали абортами, их дети закинчили на помойках алкоголиками, наркоманами, и он говорит, а я смотрю, я смотрю, я смотрю, я смотрю, життя моего сина устроене, внуки мои всі, Господу служат, все устроено, и он смотрит, ему приятно все зараз, но в час ему было тяжко, а кому-то было легко, все поменялось, все поменялось, так написано, и если человек говорит, что хочет увидеть добрые дни, хочет увидеть добрый спадок, то что, с языком справиться, попробуй справиться с ним, когда он балакает и не питает, правда, синий Иллия были люди негодные, и долга священческого отношениям людей они не выполнили, они спали с женщинами, которые то впилили там, бля входа в скинню зібрання, да, и они с ними спали, и поступали вероломно, и Бог уже определил их предать смерти, все, им нет покаяния, батько им говорит, нехороша молва у вас, дети, но они уже его не слушали, уже страху Божого нема, говорит, перед дочами их, они не боятся, они делают зло, и они уже разбещеные люди, все, это люди, які кажут, что они знают Бога, кажут, что они делают правду, а там неправда, каже, он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему хорошо было, нету ли, значит, знать меня, говорит Господь, но твои глаза и твое сердце обращены только к твоей корости и к пролитию невинной крови, к тому, чтобы делать притеснение и насилие, что это за священники такие, вы же как царь соби, посему так говорит Господь о якиме сыне Иосии царе иудейском не будут оплаковать его, увы, брат мой, и увы, сестра, не будут оплаковать его, увы, государь, и увы, его величие, последним погребением будет он погребен, вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима. Еще таке погребение, каже, якщо он прожив и много после него осталось, и детей наплодил, и якщо ему не было погребения, то лучше будет тому, кто еще не родился, вы тебе что помощи чем человеку прожив, он прожив, он прожив, прожив, и мы говорим, у нас много вопросов, чого так, а чого это, и мы рассчитываем, что в Бога неправда, потому что я ничего не могу понять, в Бога нема неправди, потому что он не судит только меня и моего, то есть он судится с батьками в детях до третьего, четвертого рода, чого он так делает, потому что он испытывает сердце и внутренности людей, и от него никто не сховается, и человек, которая смотрит, что она грешить не наказается, она встречает страх, как Боже, думает, нормально, и так, но каже, знаешь, что есть суд Божий, и он не замедлит, и он пройдет, и ты начнешь бачить, и Бог еще хочет помиловать людину, когда люди уже бачат злитни в своем жизни, злитни в дитях, внуках, злитни бачат, для того, что покайся, шукается, революцию делать надо, правда, заберем в богатых, раздамо нищим, пошли, будем делать что-то, дай Бог милый на святых дворах, каже, сын мой, с мятежниками, не сообщайся, с революционерами дела не мать, перший революционер это сатана-дьявол, который повстал против Бога, и взял за собой третью часть ангелев, и дарая, там какие-то революции, мятежи, не участвуй в этих заговорах, нема влады не от Бога, если Бог его поставил, ну, хороший, он еще поган, уже терпи, тебе есть заповедь, как поступать, ты поступай так, правильно, да, и там, ну, на все случаи жизни у нас есть правила, как и на случай и в Англии, да, на пресвитера, каже, поношение, обвинение не принимай, как и при двух, трех святках, если ты, то есть, и так, что оно есть, согласились, пришли, сказали, не послушал, есть выше, там, да, и что выше, там, еще выше, а не послушал, то хай он тебе будет, как мы, так и грешно, нет с ним справа, да, и все, ну, уже есть, что есть, уже мое быть, если он там, Диотреф, он, господство над наследием Божьим, и не принимал апостолев, не принимал странников, да, там, он постоянно правил с насилием, вериломно, но там, все равно, есть люди, которые хранят свои одежды чистыми, как можно себя сохранить, по заповедям, поступай по заповедям, и выживешь, среди любых людей, которые бы они ни были, а если что-то забьют, то, господи, силы тебе, да, а потом суд, на всех делах людей, земля, откроет всю кровь, которая была пролита на ней, все, откроется, все, и начнутся суды Божьи, и стали суды, да, и открылись книги, и книга жизни, и книга жизни, и книга жизни, и каждый был судом по делам, которые он делал. Слава Богу, что нам Бог не поменяет наши грехи и преступления, да, Христа кровь смила с нас всю эту гадость, и говорит, что делайте делами достойные покаяния, учиться ходить новой дорогой, которую вам открыл Христос. Открывая шум, и вы сейчас получаете, мы богатейшие люди, потому что мы поживаем, что? Добру ежу, мы поживаем то, что нам впоследствии поможет изменить свою долю, изменить своё життя, и чтобы наследие наше, воно застраивало вековые пустыни, да, там написано, в Исаии, если ты будешь вот так в жизни поступать, то потомки твои будут, они будут много пользы принесут тут на земле. Я говорю, как американцы доследили двое родины, одни, которые выступили от Бога, и другая родина, которые боялись Бога. И сколько они збитки для Америки принесли на миллионы доларьев. Там наркоманы, там блудницы, там убийцы, там их постоянно в тюрьмах требовало содержать, все равно они государство витрачалося. А те, которые боялись Бога, их родина, они только принесли Америки благословение, достаток, матеріально сбагатили Америка, сбагатили за счёт таких людей, да, иначе люди, крабли, там то, их дети, там нищие, в тюрьмах сидят. Это случайность? Это не случайность. Я когда-то там приходил в тюрьму, там говорю с ними, я говорю, вы тут не случайно. Давайте разберем, кто ваши были батьки. Давайте такие моменты были, такие, такие, такие. Да, вот там и итог всего. Вы тут не потому, что ты там вкрав на 50 гривен и сидишь тут. Вышел, вкрав на 100 гривен и сидишь тут. А другие миллионы крадут, и они сюда не попадают. Правда? У нас много вопрос, почему так? Потому что. И говорит, тяжко в моих очах было это все понимать, дорог, они не знают. Они постоянно что-то покрутятся и снова на свое, снова хотят устраивать свою жизнь. И никак не могут устроиться. бои не устроятся. Крава испорчено, да, и оно поменяется по трошке через покерность Слову Божьим, заповедям Божьим и по трошке ты стараешься жить. Кто крал, впредь не кради, если работай своими руками, да. То есть, противостаньте дьяволу, твердой верой и убежит от вас. Это не просто, что я покаюся, слава Богу, ну, что еще в жизни что-то менять. Я всех осуждаю, я все недовольный, я постоянно обижаю, меняю характер, а я, заповеди есть. Они постоянно дурят, меня постоянно ошукывают, постоянно мают проблемы. Слава Богу, дякую за это. И противостаньки, Боже, я тебе дякую, что у меня такие проблемы, я благословляю тебя, у тебя нет правды, неправда в меня я и не понимаю, в свой час пойму, у меня есть надея на тебя, кари, что делать. И Господь там ложит на сердце одно и другое, ты доверяешь, что делаешь ему, щирым сердцем, и жизнь твоя меняется. С часом. Может, после твоей смерти уже много что поменяется, когда тебя уже не будет. Батьков уже нема, а мы, каже, несем наказание за их беззаконие на собе. Батьков нема, выходите и мучаются, внуки мучаются. А батьки, где же батьки? Наказание до 3-4-го рода. Доля. Она, что мне такая доля. Я хотел родиться в другой стране, в другой родине, чтобы у меня другие батьки были, такие, как там, что там, вот там, как мы бачим. Мы бы так хотели, а чего же так нема? Правда? И мы не можем понять, потому что мы, вот мы такие умные, мы же все понимаем, мы уже бачим, и мы уже, надо делать революцию, я так думаю. Треба робить революцию, треба багатых забрать, раздать нищим, а где нищим? Я нищим. Вот собі на грибу. И поступают, вероломно, идуть там, или куда они идут, чтобы заволодиться чужим. Ну и забили, там не получилось, кому что-то там удалось, ого, батько везло к чоловіку, ну, еще надовго, а потом суд. Люди крайне испорчены, кто знает его? Я проникаю его, я знаю его, и через что он хочет нас спасать, а чего мы не спасаемся? Потому что мы лукавим, мы нещири, по отношению до Бога, ближнего своего, мы хочем, как мы привыкли, как наши батьки поступали, так хотим поступать. У нас проявляется эта природа, но мы им маем протистоять, я говорю, нет, хватит. Я говорю, что сердцу веру, меня такое життя не устраивает, я хочу жить по-новому. Что живи? И будет видно, и свое життя по-новому, оно покажет, не то, что ты балакаешь, я такой честный, такой хороший, время покажет. Когда? На внуков подивимся, на правнуков там. Вот такие вот життя, слава Богу. И мы многое запрятали, а я уже верующий, то ничего, что ты верующий, слава Богу. Ты веровал, слава Богу, правда? Добрый, что ты уже верующий. Ну, и поступай, соответственно, если ты хочешь бачить перемену в жизни своему, и... Поэтому не надо падать в вичи, когда мы еще не бачим, что-то так все у нас наладилось, быстренько все. Впоследствии, все наладится. Если ты стараешься помешали, пришли в тупик. Слава Богу, прошли Слово Божие, Бог нас помиловал в Христе Иисусе, примирил нас с собой и говорит, ось путь, идите по нему, и будет добре вам, и детям вашим, после вас. Ну, он сказал им, нет, не пойдем, люблю чужих, и буду ходить вслед за ними. Ну, иди. Это Еремия, другого, там так написано. Кажет, два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили, повсекали себе водоемы, которые воды тримать не могут. И вот так говорит Господь дому царя Иудейского, Галат ты у меня, вершина Ливана, но я сделаю тебя пустыню и города необитаемыми, и приготовлю против тебя истребителей, каждую со своими орудиями, и срубят лучшие кедры твои и бросят в огонь, и многие народы будут проходить через город сей и говорить друг другу, за что Господь так поступил с этим великим городом. И скажет в ответ, за то, что они оставили завет Господа Бога своего и поклонялись иным Бога и служили им. Не плачьте об умершем и не жалейте о нем, но горько плачьте об отходящих в плен, ибо он уже не возвратится и не увидит от родной страны своей. Как печально, когда Господь не вернет плена, поехали и уже не вернутся, но будет так, что и вернутся, потому что был плен разный. Но горе, когда человек уже не вернется, оттуда, где она вышла. И вот так говорит Господь о Салуме, сыне Иосии, царе иудейском, который царствовал после отца своего Иосии и который вышел из его места. Он уже не возвратится сюда, но умрет в том месте, куда отвели его пленным и более не увидит земли сей. Горе тому, кто строит дом свой неправду и горницы своей беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его. Горе, оно им нормально живется. Они так живут, им нормально. Это горе, получается, тем, кому они не заплатили, правда? Но слово же говорит, что горе ему впоследствии. Кто говорит, построю себе дом обширный и горницы просторный. А, смотрите, а если я на него работаю, и он меня кинув, интересно, а как я там оказался, вы не знаете, этого человека на работе? Не случайно. Не знаете? Случайно, да? Не случайно. Что мне требует делать в такой ситуации? То есть, он меня притесняет, и я притесненен. Ну, в Содомии были притеснители, и были притесненены, и все кричали до Бога. Пришел Бог, и много живых осталось, всех знищил. Значит, если ты уже попал в какие-то негаразни життевые, дякую. Обекрали, дякую. Кинули на гроши? Дякую. Что, нормально? Не? За что, что дякую? Забить его надо, гада. Не? Я згадую человека, который я уже рассказывал, иди, он сам, здоровый такой, иди. я, ну, я знаю, говорю, привет, выбил руку и пошел дальше. Я догоняю его, за шкуру говорю, стой, куда, разгонался, говорю, что сталося? Я говорю, говори, что сталося. Я ему рассказываю, клав одного бизнесмена плитку, поклав, что там, очень много квадратов, там, сколько, поклав той плитки, то обещал заплатить, ты кинул его на грошу, иди, потому что проблемы, я имею в виду, что сейчас побьют тебя, и пострадаешь, иди отсюда, вон, и прогнал его, и вот он иди, такий, ну, развирепевший, на то человеку готовил забить, там, что мы хотим сделать, и попался на меня, я его остановил, и говорю, слушай, я знаю, что сделать, если ты послушаешься меня, говорю, зараз, то ты не програли, но выиграешь, ты хочешь выиграть, в этой ситуации, ты хочешь, тебе заплатиться на много больше, ну, что ж это такое, я могу ему предложить, правильно, ну, давай, я говорю, что там, я говорю, сделай, что я тебе скажу, давай, говорю, давай мы за этого человека помолимся, я тебе скажу, как за него молиться, ты повторишь, если согласен, а я тебе говорю, согласиться, и будет тебе хорошо, скажи, амин, я ему объяснил, трошки ситуацию, и говорю, Господи, я ему за мной платил, я дякую тобі, что меня кинули на гроши, я благословляю того, человека, который это сделал, на добрые справы, помилю его, не умени ему греха, помилю его и меня разом с ним, я не знаю, почему так вдоль моего сталося, но сталося, как сталося, слава Богу за все, мы помолились, не прошло много времени, этот человек, где-то там, организовал какие-то бригады, начал ездить на Москву, потом, где-то там, еще какие-то моменты, короче, он в городе, он сам, ну, села, в городе, купил хату, майже в центре города, купил транспорт, у него есть дом, все, я говорю, слушай, человек, против меня боится, что стекает от меня, потому что каяться, не хочет, я говорю, бачите, как все, заповедь, что робит, да, заповедь, бедный не робит, заповедь, робит багатый, но нужно смириться, нужно покориться, потому что говорится, правда, и говорит, мы нищие, но многих обогащаем, я сам не мил, где жить, но человек обогатил, что нет, чем, он послушался, и все, и это не один, не один випадок, другая там семья, такая тоже пропадали, в злитнях жили, и все было очень печально, жили в однокомнатной квартире, малосемейке там, и все, в общем, он пив там, с ней там тоже были проблем, куча, я говорю, послушайте, что я вам скажу, ты перестань бігать по бабках, потому что, зведешь на себя и своего человека, перестань бігать по бабках, перестань гадать, перестань все робити, всякие гадості робити, другим, ему там сказали, что робити, он послушался, життя их наладилось, они очень быстро раскрутились, начали возить на Киев, там, ковбасу, туда-сюда, свои буси, мали уже, хат, я мали все, но не каялися, и втекали от меня тоже, при встрече, то побачили, не втекает, або начинают, что-то много балакать, чтобы я ему только не сказал, то, что надо покаяться, ты знаешь, кто это сделал в твоем жизни, ну, он втекал, втекал, и так втек, помер он, там, помер, она уже померла, все, были богатые, разбогатили, очень быстро, заповедь сделали их богатыми, правда, дивиться, чудеса, но они не пошли за богом, они не покаялися, в своих грехах, и беззаконных, и не стали, то есть, они, они только устранили жизнь, то, что их уже губило, сатана уже, и их, ну, он уже, он уже довел их до конца, но заповедь, переменила все их жизнь, но они не покаялись, и все равно они пошли туда, а вы блаженны, что вы чуете, разумеете, и так будете жить, по трошке ваше життя наладиться, да, может не так быстро, как в них, но наладиться, Господь просто показал, как он может делать, я говорю, мы нищие, но мы их обогачаем, чем? Словом Божим, это драгоценность, или нет? Это, что мы читаем, слушаем, это драгоценность для вас, или нет? Для меня это драгоценность, я верю, живу, и я верю, что будет после меня, я верю, потому что тут так написано, и если я стараюсь так жить, и наследовать это обетование верой, то оно будет действовать в жизни моих детей, внуков, правнуков, оно будет, оно все равно будет, почему? Потому что ты стараешься жить, поступать, как тут говорится, и я на примере таких людей просто показал, как Господь их сбагатив, правда? Но они не пошли за ним, но Господь показал, что значит Слово Божие, что значит заповедь его, и когда мы это делаем, почему мы так погано, почему мы так не без этого, почему мы на жизнь строим, оно не строится в тебе, закончишь ты очень печально, ропотники, ничего не довольны, что вы не довольны? Начните за все дякую, что вы не идете, стогнете постійно, у вас не будет устройства в жизни, вы не понимаете этого? Написано за все дякую, ну то дякую, за доброе только, за легкое не треба дякувать, треба дякувать, то что в Бога нема неправды, неправда у людей, вы что не знаете? Начните дякую, начинайте что-то делать, и вы увидите, как все будет меняться, но если вы сидите, слушаете Слово Божие, но вы не чуете его, вы пропускаете его по себе, что-нибудь стало, ай погано, ось сколько можно, а на что оно мне треба, у вас ничего не поменяется, характер не поменяется, природа ваша не изменится, життя ваша не поменяется, и дети после вас жить добре не будут, перестаньте роптать и стогнать на долю, дякую Богу за все, хватить, стогнать, я с людьми постійно говорю, ой, все погано, все погано, слушайте, ну чего погано, ну, я не вечно буду, я в сих рамине, я прийду, придется оставить, я сейчас живу, блаженый, я получил благодать, я спасенная людина, я иду, вечное життя маю, слава Богу, и мы говорим, болезней там нет, не гаснет там свет, ничего там, тени нема, ничего про смерть не нагадывает, все, я знаю, куда я иду, даже из всей стороны, уже я живу, веру и надежду, но немного життя меняется тут, мне все так плохо, завтра может повигонять, хотят сказать, что мы преступники, бандиты, повесят нас, да и все, позабиваются, так было, время, время, но с Господом все пройдет, я жив без Бога, я знаю, что это жить без Бога, я живу с Господом, я знаю, что это значит, когда тяжко, какие-то трудности в жизни, и Он тебе помогает, если ты правильно стоишь перед Ним, если ты дякуешь ему, за все негаразди, если ты благословляешь людей, которые тебе зло делают, молишься за них, чтобы Господь их помиловал, и ты будешь помилен, блаженой милостей, они будут помилованы, правда, а за что помиловать, за то, что Он зло мне делает, да, милуют, за то, что Его нужно наказать, да, а я Его милую, так или нет, то я буду помилованный, потому что я милую людей, когда мне зло делают, я перемагаю с злодобром, по заповедям поступаю, чему мне має бути погано, скажи, мне будет хорошо, кто тебе сказал, Слово Божие, я вирую живу, а не тем, чтобы бачить, щупать, мы вируем живем, чуете, иногда, або мы вируем Богу, або не вируем, если мы сомневаемся в Божьем условии, то вопрос в том, у нас проблема, мы лукавые люди, мы не щирые, мы не честные в чем-то, и через что у нас нет виру, ну чему нам не верить Богу, какая причина, что он вас обманул хоть раз, если вы что-то не понимаете, это ваши проблемы, но если вы стараетесь поступать так, как он говорит, людина засоромлена не будет, всякий надеющийся на Господа постыжен не будет, я не буду постыжен, если я стараюсь делать так, как он говорит, что он говорит в Слове Бога, хай я сейчас не вижу этого, хай еще хуже мне станет, но я знаю, что будет хорошо, конец будет хороший, а люди живут чем, они хотят жить введением, то, что видят, то, что чуют, то, что понимают, это не та дорога, мы пришли до Бога, нужно доверять Богу, свое життя, и делать то, что он говорит, если написано, за все дякуйте, за все дякую, и когда я начинал дякуйте, то даже верующие люди, они сказали, что нормальный, что ты делаешь, так написано, хайба не написано, хайба его не сказал, неужели мы только за добре будем дякувать, а за лихе не будем, и во всем этом, и не погрешил устами своими, ничего про Бога не сказал нерозумного, и через то, когда я начинаю дякувать, то люди, которые меня слушают, и меня вмещают, он какой-то ненормальный, мы безумные Христа рады, я покоряюсь в Слову Божьему, мне не важно, что вы про меня думаете, скажете, я молюсь, и когда Давид за своего ворога, плачет за своим ворогом, то его друзья говорят, что, хотите проблемы, или что, если ты сейчас не уйдешь до народа, то никого перед тобой не останется, каже ему военно-чальник, мы не понимаем тебя, ты любишь, ненавидящих тебя, и ненавидящих тебя, так люди видели, но что он мог им пояснить, правда, хотя Давид знал, почему он так страдает, правда, что по себе человек, то его пожнет, да он понимает все, в свое время эти люди получили заслуженные, только делали зло, но не от руки Давида, потому что он покорился в вере, он два раза мог убить Саула, и уйти на царство, но он ничего не зли, хотя тот постійно его переслідував, чтобы забить, вот, я имею в виду, забей его, и все, он вышел, нужно справиться в пещеру, там Давид сидит, в глубинной пещере, а то нужно там справиться, взял его одежду, кусок, и дерзил в край, и больно стало сердце Давида, и Господь говорит, не робить помазанникам, им зла, он помазан, не говори на него погано, так тяжело, он мне столько зла наоборот, шукает меня вбитый, ну, как это его, и я бы его проделал прямо в этих его нечистотах, и вышел бы и сказал, что, царя вашего нема, вот чего голова, но ничего не сделал, и потом выходить из пещеры, и говорит, что ты ганяешься за мной, за одной плохой, и он ему своему сказал, ты будешь старствовать, ты правее меня, сам, который хочет тебя убить, должен сказать за тебя доброе, слышишь, как то жить надо так, чтобы мой враг сказал за меня доброе, это невидимое життя, это життя, когда ты его не видишь, но ты борешься за его душу, за его життевое строительство, за его детей молишься, и ты это щиро делаешь, вот так ты переможешь себя, вот так ты переможешь его, но где мне взять такие мозги, тут, и тут, например, преобразуйтесь духом ума вашего, по духу поступайте, згідно Ивангелии, и ваш ум что, преобразиться, а так сразу, оно не, ну, мы вроде бы чуем, слова, но жизни нема, поступков нема, ничего не поменяется, вера без дел мертва, значит, что я верю, я читаю, слово Божие, приходят певные спокусы, и я начинаю поступать против себя, я бы его задушил бы зараза, но я молюсь за него, прошу милости, как за свою душу, начинаешь благотворить, начинаешь доброе, что-то делать, за детей его молиться, за внуков, я хочу, чтобы они уже были наказаны, не, получи свободу, а тогда Господь разберется с ними, кого помиловать, помилуй, кого жесточить, жесточить, так, он знает, кого спасать, а кого, погибель, ну а что он делает, ты свое делаешь, а туда не лезь, да, хочется контролировать ситуацию, не надо, тяжело, тяжело, а кто сказал, что легко, надо перебороть себя, плотского человека своего.